Влияние сторонников шиитского лидера Муктада Ассадра и шиитской партии координационная структура усилилась сразу после выборов в октябре прошлого года. Не сумев сформировать коалиционное правительство, депутаты от блока Ассадра покинули парламент и потребовали его распуска. 30 июля этого года их сторонники штурмовали здание парламента, устроив перед ним лагерь и сидячую забастовку. 29 августа Ассадр объявил, что уходит из политики. После этого сотни его вооруженных сторонников вошли в зеленую зону Багдада и вырвались в президентский дворец. То, что сейчас происходит, это является причиной и логическим следствием того, что Ирак является таким нестабильным изначально и фрагментарным. Столкновения, они бывают и на политической основе, и на юридической основе. То есть, правительство Ирака несколько раз выписывало ордера на поимку заключения сторонникам Ассадра. То есть, вот такая идея, она является такой мейнстримовским для Ирака. После входа сторонников шиитского лидера в зеленую зону Багдада, иракские силовики применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ. В столицу были введены части регулярной армии, а премьер-министр объявил в стране комендантский час. В перестрелке, насколько известно, на данный момент было убито 23 человека, а около 400 пострадали. Мой брат погиб в зеленой зоне, в него стрелял снайпер. Он член бригады мира, ему выстрелили в спину. Почему сейчас это все происходит? Ну, одна из главных причин заключается в том, что сейчас мировая геополитика, она является достаточно нестабильной. То есть, если раньше в мире была так или иначе стабильность, где находился нестабильный Ирак, то сейчас и мир нестабильный, и в этом нестабильном мире существует нестабильный Ирак. И это, значит, подливает масло в огонь из-за того, что большие государства противодействуют друг другу. Это приводит к экономическому кризису. Этот продовольственный кризис, экономический кризис, политический кризис, геополитический кризис сказывается на всем мире, и те места, где энтропия, то есть хаотичность, более высокая, чем в других местах, она вот таким образом проявляется. Накануне вечером Ас-Садр призвал своих сторонников прекратить кровопролитие и покинуть зеленую зону в иракской столице. К нему прислушались и стали покидать зону. Тем самым в стране отменили комендантский час. Ас-Садр принес извинения иракскому народу в связи с возникшим противостоянием, подчеркнув, что революция утратила мирный характер. Я приношу извинения иракскому народу, тем, кто пострадал от этих событий. Я не могу назвать происходящее революцией. Уж лучше пусть она потерпит неудачу. Всё ещё верю, что партия дисциплинирована и послушна. Однако ситуация в Багдаде всё ещё остаётся напряжённой. По столичным улицам продолжают разгуливать вооружённые люди. Ситуация очень опасная. Захват государственного имущества или штурм республиканского дворца, высшего органа власти, дестабилизирует экономику и повседневную жизнь. Это влияет как на бедных граждан, так и на всё общество, что в результате может привести к краху. На настоящий момент премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Киазими заявил о намерении уйти в отставку в случае, если ситуация в стране продолжит ухудшаться. Он также указал, что не откажется от ответственности перед своим народом и считает, что нет человека, партии или силы важнее, чем Ирак и его интересы. Аль-Киазими отметил, что является сторонником мирной передачи власти. А как дальше будут развиваться события в иракской столице, покажет лишь время. Анастасия Панарина, CBC Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова